В Якутске активно строятся объекты благоустройства. Это придомовые территории, скверы, 35-я школа и другие. В целом, отстающих от графика нет, но оказалось, есть жители, которых не устраивает концепция программы по созданию комфортной среды. Продолжит Юлия Великодная. По федеральной программе создания комфортной среды 23 двора Якутска прошли конкурс и теперь им остается ждать. Подготовительная работа для благоустройства бульвара Учителя по улице Ярославского уже начата. По завершению строительства там установят памятник учителю. Генеральный подрядчик, помимо этого, двора благоустроят еще 12 территорий. Если допоздна работаем, конечно, бывает. А так, в основном они нет. Они же рады, что делаем все. Сколько вот, тут же было очень много мусора, сколько вывезли даже. Работы очень много. Вы одна нашли возможность подойти, хотя бы какое-нибудь предложение даже, скажу, Я считаю, что вы мне положите здесь лежачий колес. Какой двор я должен ходить? Вот учитывая то, что ресурсов у нас... Ну, это понятное дело, что вы поддержите другой двор, где более активный. А нам-то что? Напомним, главное условие – участие самих жителей. То есть малую часть средств вносят сами жильцы. Как оказалось, в некоторых домах активных граждан немного. И поэтому убедить всех остальных жильцов принять участие в программе им удалось с трудом. Сегодня два многоквартирных дома 202-го микрорайона имеют во дворе две скудные площадки. Вопрос по устройству лежачих полицейских. В этом году эти виды работ не включены в программу. У нас, если что, мы по заявке можем включить на следующий год, но ничто не мешает людям, например, скинуться по квартирной. Это не такое большое время работы. И в этом году можно было бы эти работы сделать. Поэтому мы призываем жителей активно присоединиться к этому проекту и по возможности выходить на работу. Потому что благоустройство детских и зон отдыха предполагает в том числе озеленение. Здесь мы, конечно, ждем трудовое участие от самих жителей. Еще один из культурных объектов скоро украсит территорию парка культуры – стадион Туймада. Сквер имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Он, как и все объекты, идет без отставания в графике. Конечно, есть мелкие изменения, потому что есть разница в отметках существующих и с проектом. И получается, строим и тут же изменения вносим в проект, и согласование идет в полном ходе. Почти все объекты будут сданы в конце сентября, а некоторые и еще раньше. Будем надеяться, что качество и внешний вид будут соответствовать потраченным средствам. И Якутск станет еще краше. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.